Вау! Хэтчималс! Вау! Хэтчималс Вау! Хэтчималс Вау! Что это я заладил? Да потому что это Вау Хэтчималс сегодня на обзоре. Это товарищ Сафронов, привет! И у меня сегодня вот новиночка от Хэтчималс, которая ко мне пришла. Это не просто Хэтчималс, это Хэтчималс из Америки, который я заказывал в большой, огромной посылке. Посмотрите ролик, там будет и розыгрыш, если смотрите, когда еще сроки розыгрыша идут, его можно выиграть. Условия там, видео есть, это все в описании. А также, если вы хотите себе заказать что-нибудь из Америки, воспользуйтесь сервисом по доставке LightMF, который я использовал, чтобы доставить все эти игрушки для канала Куча-Куча-Куча-Куча сюда. И все очень сильно выгодно. Итак, у нас здесь Хэтчималс Вау. И, как вы видите, он растет. Это некий Хэтчималс, который растет. Яйцо в этот раз намного больше, раза в два больше, чем обычное яйцо Хэтчималс. Оно вот в такой вот упаковке. Упаковки наши от иностранных могут отличаться, поэтому, соответственно, не удивляйтесь, если вы увидели его в другой упаковке. Это 100% оригинальный Хэтчималс. Оригинальней, чем может быть где-либо еще. Естественно, все 100% прямо в точечку. Вот так, по идее, он должен выглядеть от Spin Master. Там у него есть не так много видов, пару буквально вариантов внешнего вида. Ну, 2-4 варианта вида, не больше. В целом, вот так. Интересует, конечно, его вылупление само, ну и как он выглядит, и какие же 250 звуков и интерактивности. Ну, то есть не только 250 звуков. Звук считается, например, сказал, или как он там, скажет, или добрый вечер, ваши документики скажет, я не знаю. И в том числе его там рост. Он чуть-чуть головой двигал, и это считается тоже 1. Голову убрал вниз, это считается 2. Не знаю точно, но 250 это прям много всего он должен делать. Можно его вылуплять опять и опять. Вот что тут интересует меня. Смотрите, видите? Вылупляй меня опять и опять, говорит он тебе. Можно такую песню для какой-нибудь женской миловидной группы записать? Вылупляй меня опять и опять, знаете. Или наоборот, этот рэп такой, знаете, ну, тоже такой для ТикТока. Типичная песня для ТикТока. Вылупляй меня опять и опять. И там будут 4-летние девочки танцевать под эту песню, как это происходит обычно. Вот еще такая, я так понимаю, расцветка может быть. Вот розовый и такой вот фиолетовый цвет. Ну, это еще на другом каком-то языке написано, непонятно. Наверное, может быть, итальянский, испанский, что-то вроде этого. Итак, вот интересная упаковка, красивая, классная. И главное, что тут, видите, огромное яйцо. Его не боятся прямо показывать. Ну, доставлялся он, кстати, в транспортировочной коробке, просто крафтовой. Я не стал его показывать, потому что с ним и так все ясно и все понятно. Мне единственный вопрос. Нужно ли его снимать вот с этого стенда или можно его на этом стенде оставить? Не очень я в курсе этого всего дела. Наверное, можно оставить, потому что вот здесь буквально перфолиния есть и все. Тяжелое очень яйцо. Тяжелее, опять же, чем предыдущее. Но тут какой-то должен быть классный, интересный механизм у этого хэтчемуса. Ну, как говорится, в бой. Попробуем его вылупить, родить и всякое такое. Все-таки, наверное, нужно его распаковать. Все-таки, наверное, нужно аккуратненько как-нибудь достать. Если что, я потом заклею, если вдруг. Но мне кажется, что не в этой же его картонке это оставлять. Мне кажется, это было бы как-то несправедливо по отношению к хэтчемусу. Несправедливо по отношению. Это здорово, потому что это одна из главных проблем этих игрушек, да? А, вот, тут еще есть некие сюрпризы, потому что обязательно надо вылуплять. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть какая-то клубничка с блестками. Она открывается, не открывается? Нет, видимо, вот, внутри есть блестки. Я попозже еще все, мы это все, детали все эти рассмотрим. Так что не зря я это все раскрыл тайну, хэтчемался. Если вдруг кто-то, вдруг, представляете, кто-то сейчас упаковку выкинул. Все-таки, как это? Как это такое произошло? Ну, аккуратненько, не очень-то сильно получается. Не сильно, нет, там еще внизу есть некие эти бумажки. Инструкция ведь нам понадобится, хотя, может быть, оно и в самом яйце. Может быть, может быть. Так, уже достаточно для того, чтобы вот открыть, достать. Вот, видите, надо было вот так вот написано. Открой мне. Открой меня мне. А что? Открой меня. Красиво, переливается. Внизу. В общем, как только мы это, видимо, все дело уберем, то он начнет вылупляться. Вот, инструкция. Она на английском языке, но я думаю, что, во-первых, может найти в интернете на русском, если оттуда заказываете. Во-вторых, потому что у нас они тоже продаются, и я показывал разницу в цене. Это просто жесть какая у нас. Но найти, я думаю, инструкцию можно, кого-то попросить. Можно, если кто-то покупал у нас, можно попросить где-нибудь найти в интернете. Можно будет. Да, не такая сложная. Вот тут у нас, я это все прочитаю, посмотрим. Все, но пока мы распаковываем, как распаковывали бы кто угодно. Просто какие инструкции. Вы что, у нас тут огромный хэтчемус. Скорее сдираем все пломбы и... Скорее, 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 скорее. И скорее все это убираем. Скорее это все убираем. Ай, не получается. Убрать нормально. Как это все сложно происходит у них, а? Как это все... Ай-яй-яй-яй-яй. Сложно-сложно, но возможно. Во, получилось. Убрали. Один штифт. И второй надо тоже достать, убрать. О, вытащили из хэтчемуса. Как только мы это дело все... Сейчас вот уберем вот этот последний штифтик. Он начнет у нас вылупляться. Поэтому я считаю, что нужно лучше, чтобы ничего не запороть, ничего неправильно не сделать, нужно убрать вот эту штуковинку. Ну, единственное, что здесь придется нарушить упаковку вот эту. Так, убираем. А, под ней еще одна упаковка, что ли? Стоп. Стоп написано. Смотрите. Вы видели, что написано? Написано стоп. Хорошо. Сейчас мы сделаем стоп. Почему написано стоп, мы сейчас прочитаем. Но главное, что написали стоп. Убираем вот это. Видите, тут вот так они решили усложнить распаковку. Убрать вот это, когда вы увидите красные глаза. Вот написано, что. Какое же оно огромное, это яйцо. Хэтчемус. Ну что ж, давайте открывать и вылуплять. Все, убрали. О! Сейчас нужно будет выключить немножко свет. Но они не красные сейчас, глаза-то. Мы слышим звуки всевозможные. Да. Слышу. Вылупляйся, мой друг. Вылупляйся. Вылупляйся. Какое же огромное. Пока не красные. Не красные, не красные. Не красные, не красные. Слушайте. Я вот что задумался. А нужно ли его? Да, его тоже нужно. Тоже нужно его обхаживать. Ухаживать. Яйцо нужно тоже. Вот видите. Первое вот это вот. Первое. Ой, все на этом. Поспешил, 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 поспешил. Вот. Вот тут у нас. Видите? Первое, это нужно постучать. Потом, если он будет грустный, то нужно будет, красные глаза, значит, у нас будет еще постучать. Также его нужно татушкать и гладить. В общем, это яйцо. О, красные глаза. А, не красные. Радужные. Я почему-то... Почему я красные? Ой, не знаю. Почему я Рейнбоу как красные прочитал? Его нужно тоже держать, греть, гладить и все такое. Стучать. Слышите, как у него голос? Немножко схрипотцой даже. Вот так. Понравилось ему, что попал в ритм. Ну-ка. Ну, в общем, вот он мне задает ритм. И его нужно точно так же. В общем, наверняка даже это может быть из-за того, что оно пластиковое. Будет как-то лучше проводить это тепло. Может быть. А может быть и нет. Потому что там иногда было непонятно, что его гладишь, гладишь. У некоторых он засыпал. Надеюсь, он не заснет. Вот его можно, в общем, тоже гладить, заботиться о нем. Вы поняли. Ну, вы поняли, да? Его можно наклонять. Слышите? Воу-воу. Если слишком много, зеленые глаза у него будут. Укачать может. Космонавты готовим. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Ой, простите Я отличный просто заботливый отец, если что Вот так, вот так вот, готовим Вперёд, космонавты Да, окей, хорошо О-о-о Надо убирать Стали радужные Музыка пошла Друзья мои, пошла музыка Держите, держите, надо держать Вау 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 Ух ты, чувак Папа? Папа? Да? Это папа? Ой Вы взгляните на это Куда ты ещё? Куда ты лезешь? Куда ты полез? Куда ты полез? Какой ты огромный, господи Какая огромная штуковина Ой Вот это Вот это он Да Чувак Ну ты и огромный Встал Я теперь немножко тебя даже боюсь Ты как вообще? Пододвигаемся Засыпает О Рассмотрим его поближе Что-то он жужжит А Его можно отсюда спокойно достать Смотрите Его спокойно совершенно можно достать Без каких-то сложностей Вау Вот это монстр О Пошёл Конечно стрёмно с таким играть Если он будет у вас в руках В неожиданный момент Ну Не Ой Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо, чувак Что тебе надо? Что тебе? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Вот Всё нормально Смотрите Значит Он О Он не очень контролирует Свой Свои эмоции И свой рост И вес Он Ну потому что мелкий Ну Не волнуйся Ну Не волнуйся Не волнуйся Хороший мой друг С кривым рогом И с кривыми ушами Всё на бекре Немножечко По-моему Так и было нарисовано Нет Немножечко Просто ты кривенький Да Оп 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 Смотрите Что можно делать Но вот это конечно Супер фичи у него Да Это шок контент Шок Шок контент Мы его держим Вот если Кстати Сейчас я вам расскажу Всякие эмоции И какие-то замечания Которые я увидел У него Несмотря на то Что он Кстати он крыльями двигает Иногда Видите Двигает крыльями Они у него резиновые такие Но там механизм есть Мягкая пузика Так можно уже включить свету Дать Чтобы вы разглядели его Как следует Это конечно похоже Типа ламы Какой-то опять сделали У него Пузико Видите розовое Из одного Материала Шерсть Из другого Материала Хвост Такой шерстяной Как и лапы Здесь Такие шерстяные А так же У него имеется Тихо 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 Укачиваем, спокойно, спокойно. У него есть копытца, копытца, вот такие. Внизу, тихо, 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 внизу есть включение-выключение. Наверняка есть кнопка обнуляшка какая-нибудь, батарейки от четырёх пальчиковых батареек работают. Я думаю, что они, учитывая механизм, быстро здесь сядут. Глаза подсвечиваются. Динамик прикольный, не мерзкий. И, значит, вопрос о безопасности, конечно, стоит. Потому что вот эта выдвижная штуковина может кого-то смущать очень сильно. Несмотря на это, у него очень сбалансированный вес. Он внизу утяжелённый. И из-за этого надёжно стоит. И он не шатается, когда поднимается. То есть не видно, что как будто он упадёт. Очень чётко всё. Плюс, у него есть явно фиксатор-блокиратор. Как только мы начинаем давить вниз, вот видите, он сразу тормозит. Но при этом всё равно пытается сделать, что хочет. Но если мы давим вниз, то он идёт вниз. Тихо, 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 сиди. Всё. Вот так. У него есть вот здесь вот сверху пружина, которая легко совершенно поддаётся воздействию. И никуда она не упрётся, никуда неожиданно не врежется. По идее как. Хотя, конечно, всё равно. Посмотрите, как из того хэтчемуса можно было брать с собой куда-то. В постель брать, куда-то поставить, просто в рюкзак. То у вас, если такое в рюкзаке начнёт себя проявлять, это будет жёстко. Ну, его надо включать и выключать в этом случае. Включать и выключать в этом. На, поешь! Я не знаю, ты реагируешь на эту тему или нет. Нет, вряд ли тут какой-то стоит этот. Просто типа это просто развлекушка. Хотя... Вот сейчас было как-то опасно. Он супер высоко сейчас это сделал. Или есть у тебя где-то сенсор? Мой друг. Ха-би-би-би-ба-ба-ба-ба. Ха-би-би-би-ба-ба-ба. Нет, ничего не жуёт и так далее. А-а-а, надо вот так проводить ему. Понятно. Давайте сейчас я обращусь к инструкции, пока его временно выключу. Попробуем, кстати, посмотреть, если мы его выключили. Сейчас почитаю инструкцию, пока... Интересный чувак. Нет, он замирает в этом положении. Всё, обратно не возвращается. Вот в таком. Если мы его сейчас включим, давайте проверим. Включаем его. Ням-ням-ням. Сейчас бы говорил вроде как. Там надо как-то проводить это. Обязательно проверю. Видите, тут очень много всяких... Бурлит живот у него. Много разных всяких сенсоров. Много разных всяких штук. Поэтому нужно немножечко изучить. И сразу после этого, заодно сможете после этого видео Понимать, как с ним играть примерно хотя бы. Он так засыпает. Слышите? Всё, заснул. Окей. А если его это? Эй, приятель! О, проснулся. На звук реагирует. Как, конечно, роботизированная штука. Она прикольная. Но, правда, очень шумная. Вы сейчас послушайте, как работают эти механизмы. Ну-ка, давай. Что-нибудь изобразить. Ну, давай, ещё чуть-чуть. Ну? Это у меня туда сейчас в камеру уперся. Всё, давай, спокойной ночи. Спи. Пошёл я. Ну всё, не волнуйся. Я тебя потом погрею. Вот это... Покормлю. Сейчас только пойму, как. Всё. Выключили пока временно. Единственное, что мне не очень нравится, что как будто у него криво эти уши. В этом может быть, конечно, какой-то прикол. Но вот видите, они немножко в сторону. И плюс их надо, конечно, расправлять. Выправлять. Ну и рог этот какой-то мятый. Могли бы в него хоть поролончика добавить. Непонятный. А так забавная. Такая... Ну, это уже, кстати, больше похоже. Хэтчимл стал больше, наконец-то, походить на те фигурки, которые есть мелкие варианты. Классный был Хэтчимлс Бэйби. Один из самых лучших Хэтчимлсов. Я показывал тоже у себя на канале. Наверное, самый мой любимый Хэтчимлс. Это Хэтча Бэйби. Вот эти вот. Но вот это тоже интересный. Просто у него, конечно, есть особенности в плане игры с ним. Но посмотрите все равно. Давайте посмотрим, как он просто сделан. Пока поближе я вам покажу, как он сделан. А сделан он интересно. У него, видите, глаза с ресницами. Сверху вот такая вышивка есть в виде его бровей, что ли. Вот такие у него цветные здесь ушки. Вот это вот все очень мягкое. Шерстка мягкая. Показывал уже крылья. Под крыльями тоже шерстка. Ну, вот они поддаются, кстати. Можно их поднять вот так. И посмотреть, как он с этими крыльями. Крылья пластиковые. Мягкая шерстка. Это твердый пластиковый корпус здесь. Твердый пластиковый корпус здесь. Прям какой-то череп у него там. Внизу тоже все твердое пластиковое. Но каких-то травмирующих элементов я здесь не нахожу. Конечно, эта игрушка связана с механизмами. И с ней надо быть осторожным. Потому что вот, например, во всякие места ему пальцы засовывать не алло. Ну, как бы вы понимаете, вот если ребенок сюда, вряд ли что-то... Ну, рассчитано, что дети будут с ним как-то так играть. И чтобы не прищемило. Но все же лучше быть аккуратным. Ну, а по поводу материалов и как бы того, как он сделан, вот мы сейчас увидели. Почитаю, можно ли какие-то особенности у него выделить. Какие-то приколы, какие-то игры и так далее. Сейчас к инструкции обращусь и продолжим ролик. Итак, зовут его эту штуку Лолокорн. Ну, типа, это не лама, это не единорог, не юникорн, а Лолокорн. Типа, вот эта вот такая штуковина. Потому что он средний между ламой и вот этим вот. Скочатся тут убрать. Несимпатично. По поводу сенсоров. Сенсоры, как я показал вам, есть на животе. Есть сзади на голове. Есть вот здесь сенсор. Также он реагирует на то, что вы его вот так вот взяли. Также у него сенсоры на копытцах на его есть. Это отдельный элемент управления. Сейчас я вам расскажу и покажу. Ну, соответственно, он реагирует на эти все прикосновения. По-разному. Разные звуки выдает. И вы можете понимать, что уже в процессе игры эти звуки и всякие реакции. Его будете понимать и узнавать. Там, живот погладили. Погладили, погладили живот. Допустим. Ему все равно грустновато. Ну, давай погладим вот здесь там. Голову. Все равно ему грустно. Погладим сзади его. Здесь сенсор. Должен быть. Сработать. Йоу. Вот, видите, стал, типа, радостный. Также, типа, можно щекотать его вот эти различные копытца. То есть, мы на них нажимаем. И они там. И он реагирует. О-о-о. Самое забавное, это когда он начинает, видите, внезапно вырастать. Его можно, кстати, по-различному тоже ограничивать как-то в этих во всех историях. Есть также и разные игры и методы взаимодействия с ним, которые описаны именно по сценарию. Все-таки на фрукт он реагирует. У него есть сенсор некий с фруктом взаимодействия. И он, типа, тянется, он же как жираф. Типа, фрукты его можно показать. Вот так здесь подержать. И, по идее, он должен за ним начать тянуться. За этим фруктом. Вот, мы поднимаем на... Чувак. Давай, 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 давай. Тянись за ним. Нарисовано, что вот так мы должны держать. И вот так. Его должен тянуться за ним. Тянись. Ты обещал тянуться. Тянись еще выше. Выше, выше, выше. Не хочет. Сейчас поймем, почему. Итак, берем фрукт. Давай, опускайся. Берем фрукт, прикладываем сюда. Вот так написано, приложить. Давай, давай, давай. Тянись, тянись за едой. Кто еду будет? Хватит скулить. Хватит. Давай, добывай себе еду. Мужик или не мужик. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот. Ням-ням-ням. Давай. Угу. Ну, не тянется почему-то. Чуть-чуть начинает и потом прекращает. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во-во. Пошел наверх. Начал есть. Слышите? Ему нужно поклопать. И он пукнул. То есть мы, когда опускаем вниз, он опускается, по идее, за ней. Вот. А сейчас типа наверх. Но не всегда сработает точно, как со всеми хэтчимусы. Видимо, нужно приноровиться. Давай еще. Во-во-во-во. Пошел опять наверх. Все, он нормально. Не объелся. Поел чуть-чуть. Вот. Это с этой клубникой. Если мы долго будем щекотать его прюха, он должен начать тоже как-то забавно расти. Идем. Итак. О, икает. Слышите? Икает. То есть, если мы чешем пузо, он икает. Ну, икнул один раз. Окей. Лалакорн. Хорош. Так, теперь сенсор с копытом. Смотрите. Сейчас он опустится вниз. Давайте. Опускайся. Опускайся. И мы должны... Нет, это не сработало пока еще. Он должен так надуваться как будто. Не всегда срабатывает. Ну. Ну, давай. Ну. Во. Пошел. Нет, не дошел. Итак. Давай. 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 Раз. 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 Ну, вот так эти хэчемлсы и работают. То есть, они вроде работают, а вроде бы и нет. Сейчас, пробуем. Иногда срабатывают, иногда нет. Надо... Может, придерживать надо. Давайте попробуем. Может быть, батарейки подсели? Ну, нет. Вот. И. И. Мигает. Итак. Нажали. Во. Нажали. Нажали. Надувается. Слышите? Сдулся. Наконец-то. Господи, боже мой. Получилось. То есть, нужно, чтобы у него замигали эти, да, я так понимаю, сенсоры. Да. И вот теперь три раза нажать. Да. И теперь мы... И теперь можем его надувать. Три раза нажать. Поняли, да? Когда замигают, и тогда вот нажимаете, жмёте, и он надувается, 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 потом пум, как шарик сдувается, типа того. Ещё его можно зегипнотизировать. Вы зажимаете сзади и спереди, и ждёте, когда у него загорятся фиолетовым, а потом белым. Тогда он будет расти, пока вы держите руку на его голове. Ну, и белым вот таким-то таким светом. Вот он растёт, растёт, растёт. Растёт, растёт. Пак-пак-пак-пак. И вот опускается теперь. Понял. Гипнотизирует хэпчинался. Окей. Можно с ним сыграть в пикабу. Это не сайт такой, это... Берём половину яйца. И... Вот так вот закрываем голову, чтобы у него погасли глаза. Надо. Сенсор, что же, сработает. Но он пока не сработает. Света, наверное, слишком много здесь. Пробую. Кто вообще боится? Открываем. Не спикабушил. Во, выключились. Пик-кабу! Вот, слышали, да? Это была такая игра Тоже, видите, нужно поймать момент Игра Нажимаем на живот и на затылок И ждем Вот, музыка заиграла, началась игра Мы должны нажать, когда у него... Что-то происходит Если мы проиграли, то он рыдает. Но как минимум эту функцию узнали. Красными глазами жуткими мигает. Я не научился, в общем, выигрывать в эту игру. Ну, ладно, я думаю, у вас получится. Просто нужно найти этот нужный момент. Теперь попробуем добиться от него слов любви. Переворачиваем его и начинаем гладить. Ну? Непонятно. Ну? Он что-то начал заикаться вдруг внезапно. И все. Блин. Ну, я глажу тебе морду. И что? Пустого. Весел ему. Глази. Не хочет он говорить мне слова любви. Понятно. Еще раз возьмем. Перевернем. Чуть глаза перестали у меня светиться. Какой-то режим, что ли, перешел. Или просто устал. Возможно, опять же, батарейки подсевшие. Знаю. Вот это, по-моему, было I love you. Что-то типа того. Ну, поверь, буду верить в это. Что у тебя глаза-то выключились? Ну-ка, приятель. А, вот, все, загорелись. Только стоило взять его за горло. Теперь же надо его... Он у стула у меня тут. Приятель. Просыпайся. Эй, пикабу. Давай. Во, проснулся. Теперь его нужно захетчить обратно. Для этого нам нужно посадить его обратно в его яйцо. Скорлупу. Для этого нам нужно выбрать правильную сторону. Вот, копытами вперед. Вот сюда. Посадили. И он должен уснуть. Слышите, засыпает. Зевает типа. Выключились глаза. И теперь мы закрываем до щелчка. Вот. Теперь он у нас, видите, опять в состоянии птенца. Вот, глаза. Он, видите, не вылупляется. Он не двигает пока шеи, пока не вылупится. Опять весь процесс вылупления не пройдет. В итоге вот здесь нет никаких сенсоров в плане тепла или что-то еще. Мы здесь можем только стучать. Наклонять его. Наклонять его. Вот. Сейчас он пристанет это истерично делать. Вот. Наклонять. И он воу-воу делает. Так. Закрыть как следует надо. И также мы можем его укачивать. Укачивать. Теперь опять можем постучать. Вот. Видите, опять отзывается. То есть, вот он в состоянии вылупления. Это, конечно, самая главная фича этого хэтчемлса. Ну, нет. Еще то, что он растет, это, конечно, вау-эффект. Это, конечно, вау-эффект. И, ну, тут скорлупа, конечно, не трескается, ничего. Но зато вы получаете все время игрушку, которая может, вот, расти. И вот он. Очень быстрый процесс вылупления. И вот он теперь. Сейчас будет у нас расти из яйца. Смотрите. Уже будет он его поднимать головой самостоятельно. Ждем. Во. О, папа. Привет, папа. Ну, что-то другое говорит. Смотрите, какой радостный. Он, кстати, просыпается. Все время написано по-разному. С разным настроением. В этот раз с хорошим проснулся. А, еще не все функции. Музыкальная же. Я вспомнил, функция тоже имеется. Достали его из яйца. Музыкальная. Музыкальная. Итак, нам его нужно вначале, чтобы он перестал вести себя истерично, на 3 секунды зажать здесь и здесь. Зажать, я сказал. Зажал здесь и здесь. Не, не плачь. Ты танцуй. Не плачь, а танцуй. Здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Не, не плачь. Раз, два, три. Ну. Во. По идее, сказано, что мы можем остановить. Вот нажав на пузо, надо просто найти место, я понял. И запустить снова. О, где пузо? О. О. Танцует, видите, под музыку сейчас. О, о. О. Слушайте, ну, огромный просто чувак, я понял. Музыка, надеюсь, за нее YouTube, там, авторские не пролетят. Смотрите, как снизу, кстати, эти меха раздуваются. Ну, тут какие-то есть кольца защищающие все это дело. Чувствую, правда, провода. Так, а как... Вот, на копыту можно нажать. О, как-то слышите, устал. Медленнее петь, это то ли фишка... Хорош парень. Да ладно, все, остановись. Выведите его кто-нибудь из клуба. Эй. Спасибо. Все. Достаточно, больше не надо песен. Нет, хорош. Все, чтобы выйти из любого режима, надо нажать спереди. Нет. А, смотрите, хулиганит. Ах ты. Хорош. 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 Ах ты. Ведь... Все, ну, Петя, он закончил, как минимум. Еще же есть функция. Еще же есть функция повторения вашего голоса. Итак, надо зажать два копыта. Раз, два, три. Кто вы? С кем ты разговариваешь? Я здесь один. Кто вы? С кем ты разговариваешь? Я здесь один. Я! Да, ну вот, можно записывать звук, и он тогда немножечко питчет его и, соответственно, повторяет. Видимо, он это тоже еще повторяет, нет? 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 Нет, он вышел из этого режима и просто стал опять грустить, как обычно. Ну, на, поешь. Может, ты голодный. Как-то вот он еду, видите, опять не распознает. Еда. Это еда. Ешь еду. Ешь. Тебя кормят. Пользуешься моментом. Вот в животе у тебя еда. Еда у тебя перед глазами прямо. А ты что? Что ты что? Что ты что? Что я все? Что он что? Кто что? О чем? Кто я? Остановите меня в этот момент. Ну? Ну? Ладно. Типа поел. Вот, такой хэтч у вас. Теперь вроде все. Может быть, что-то упустил, но в целом основное это то, что описано здесь. Вырублю его, пожалуй. Вот в этом варианте оставлю и посажу в яйцо. До следующего вылупления. И дам ему совой. А не ему не дашь так особо. Ну, как-нибудь можно подпихнуть эту штуковину. Также указано, если вдруг он у вас начал часто засыпать, то смените ему батарейки. Это просто такая информация, которая, если вы будете играть с ним, понятное дело, здесь механизм. Неизвестно, насколько их хватит, но вот так. С другими хэтчемлсами он не взаимодействует. Возможно, будут потом другие версии ревизии, потому что это интересно. Это тема такая прикольная. А, кстати, можно ли вытянуть? Нет, смотрите. Не вытягивается вот так голова, но опускается, да? То есть в этом режиме. Да, мы можем его опустить, но не вытянуть эту голову. И обратно закрыть его. Круто, что хэтчемлс стал... Ой, хвост. Не забывать, хвост там даже тоже где-то указано. Типа можно его прищемить. Круто, что хэтчемлс стал вылупляемый снова и снова. Не нужно снизу ничего крутить, подкручивать. Не нужно как-то закреплять. Просто посадили, накрыли этой штучкой, он уснул. И вот он опять, этот птенец, вылупляется. С новым настроением, с новой какой-нибудь или с песней, или с чем-то еще. Он вызывает... Не зря он называется вау. Эффект вау эта штуковина вызывает. Она, конечно, немножечко вау и немножечко испуг вызывает тоже. Криповая чуть-чуть. Есть такое дело. Я здесь спорить не буду. Она чуть-чуть страшная. Ну, то есть, вы понимаете, да? Вот этот вот растущий, жужжащий механизм. Непонятно их, что это за непонятная штуковина вырастает. С другой стороны, это прикольная новая что-то роботизированная игрушка, интерактивная, у которой разные характеры, с которой нужно там ухаживать. Не так удобно, потому что он в руках может начинать расти. Ну, вроде как безопасно, потому что я не... Ну, блокиратор сверху есть, пружинящий момент есть. Никаких пальцев, я пробовал туда-сюда запихнуть, не защемляет. Ну, все может случиться и с любой игрушкой, да и просто шарик, обычный мячик резиновый может травмировать, по идее. Но здесь вроде как, хотя игрушка механическая в зоне риска, но постарались что-то сделать. Ну, крутой, прикольный, вау-эффект точно вызывает. То, что вылупляется заново и вылупляя меня опять, как это, мне сегодня 75. Такую вот песню для руки вверх скоро можно будет записывать. И хэтчемолс во все это делает, влупляется заново. Общий внешний вид, ну, прикольный стал. Не такой, наверное, няшный. Вот эти копытца, это не такой няшный, как был пингвинчик или малыш вот этот вот, хотя на вкус и цвет. С другой стороны, ну, есть свои приколы. Хотелось бы мне, мне бы лично хотелось, чтобы у него были какие-нибудь интерактивные глаза. Они там не просто светились разными цветами, а как-нибудь хлопали или еще. Но тогда бы батарейки быстрее еще садились. Или были какие-нибудь, может, экранчики, или хотя бы монохромные экранчики. Там были бы какие-нибудь, да. Может быть, чтобы с приложением с каким-нибудь работал. И чтобы разговаривать мог с другими хэтчемолсами. И как-то взаимодействовать с ними, вместе танцевать. Устраивать какую-то дискотеку. Один выше, другой ниже. Там тын-тын-тын. Но здесь вроде этого я не заявлено. Я этого не увидел нигде в инструкции, что со вторым хэтчемолсом как-то можно это все дело прокрутить. Вот. Пикабу, игры всякие. А то, что два хэтчемолса, нет, я не вижу. Что его заново. Наверное, это просто здесь не доработали. Иначе бы игрушка стоила еще дороже. Она и так не супер дешевая. Ну, покупайте на Амазоне. Там, например, будет вам дешевле с доставкой. Потому что он и хоть дешевый, ну, этот тяжелый, дешевый. Не дешевый, но и нелегкий, тяжеловатый. Но все равно это будет меньше, чем у нас стоить он. Хотя вот, например, если сейчас... Хотя нет, даже со скидками. Все равно там тоже на них скидки. На обычных хэтчемолсов. Если вам этот не нравится, поищите на Амазоне по ссылке. Через Lite MF закажите, и обычных хэтчемолс тоже будет дешевле. Ну, круто. Но новиночка к Новому году. Возможно, кому-то будет интересно. Я вот с ним помучился. Минусы. Это стандартные хэтчемолсов. Что не всегда эти сенсоры четко срабатывают. Нужно, так сказать, ловить момент. Однако в этом есть какой-то челлендж, наверное. Ну, вот такие вот смешанные чувства. Нет, ну, главное, положительные, конечно. Учитывая цену, что он у меня все-таки не 8 тысяч побошелся. Хотя, я думаю, за 8 он будет разлетаться. А он у меня обошелся гораздо-гораздо-гораздо дешевле. Потому что из Америки. Я думаю, что он будет радовать. Меня порадовал. Удивил. Вау, еще раз говорю, вызвал эффект. Ну, а тут пишите в комментариях. Мне интересно узнать, как вам он вообще. И посмотрите распаковку. Может быть, выиграете его. И вообще посмотрите, что там интересного есть. А может быть, вы хотите огромный лол. Этот глэмпер. Гэмпер. Пока. Это был Сафронов. До новых видео. Ютуб душит канал. Вы знаете, он его потихонечку заворачивает. И пока видео выходит, смотрите во вкладке видео. Там наверняка что-то пропустили. Оповещений нет. Рекомендаций нет. Всего остального. Но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Или если есть видео уже на канале, то посмотрите. Наверняка рассказал, что и почему и почему. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.